Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем, точнее оканчиваем, изучение первого послания Коринфянам, перверховного апостола Павла, и мы читаем сегодня с Божьей помощью 16-ю, последнюю главу этого послания. В этой главе апостол первое дает указание Коринфской церкви относительно сбора пожертвований для бедствующей церкви в Иудее и Иерусалиме. Это с первого по четвертый стих. Второе говорит о своем намерении посетить их, с пятого по девятый стих. Третье. Очень с похвалою отзывается о апостоле Тимофее и сообщает о намерении Аполлоса прийти к ним. Это с десятого по двенадцатый стих. Четвертое настоятельно призывает их бодрствовать, проявлять твердость, взаимную любовь и почтительное отношение друг к другу. Это с тринадцатого по девятнадцатый. И пятое. Передав приветствие от себя лично, от других, завершает это послание торжественным предостережением, можно так сказать, и добрым пожеланием. Это с двадцатого по двадцать четвертый. Итак, читаем с первого по четвертый стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийский. В первый день недели, почему в первый день недели, это общий день христианского собрания. У нас он называется воскресный. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Святитель Иоанн Златоуст рассуждает. «В первый день недели, то есть день воскресный, каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Златоуст обращает внимание. «Смотри, как он, то есть Павел, убеждает их самим временем, этот день сам по себе достаточно располагает к милостыне. Вспомните, чего вы сподобились в этот день, неизреченные блага, корень и источник нашей жизни получили начало в этот день. И не потому только, что это время располагает к человеколюбию, но и потому, что оно доставляет отдых и свободу от трудов. Душа облегченная от бремени трудов, бывает удобопреклоннее и способней к милостыне». Далее он выделяет то, что это день святого причастия. И далее он обращает внимание на то, что сборы надо делать не в храме, а по домам, чтобы не было стыдно тем, которые могут только малое что-то принести. А потом люди, которые будут уполномочены, они обойдут дома и соберут все необходимое. И далее с пятого стиха «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию, у вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Вот, к сожалению, в наше время мы очень многое делаем мимоходом. И вот такими своими словами апостол научает нас значительное время уделять людям. «Как о Пресвятой Деве Марии сказано, когда она пошла в дом Елизаветы, прибысть с нею три месяца и возвратись в дом свой». А сейчас к нам кто-то приходит, родственник, мы уже ждем, когда он уйдет. А тогда уже приходили в гости обстоятельно, там, три месяца или там года два, как Павел иногда жил в некоторых местах. Поэтому он и пишет, «Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверства великое и широкая дверь, и противников много». С одной стороны, он говорит о радости духовной, напоминая о Пятидесятнице. С другой стороны, он говорит о том, что когда миссионерская работа успешна, когда священник трудится в этом направлении, всегда и противников много будет, недоброжелателей, клеветников и так далее. Блаженный памяти отец Данил Сысоев пишет, «Дверь открыта большая и действенная. Это значит, что огромное количество людей в Эфесе приходит к Богу, ко Христу. Огромное количество людей слушают апостола. Толпы людей хотят узнать о Христе. Господь открыл большую и широкую дверь, действенную дверь, и проповедь не впустую идет. После каждой обязательно столько-то людей обращается. И по словам апостола, христиан все больше и больше становится. Поэтому и открыта эта широкая действенная дверь. И противников много. Это естественно, рассуждает отец Данил. Где успех в проповеди, там обязательно начинаются преследования со стороны неприязненных людей, точнее же со стороны сатаны, который ненавидит распространение Евангелия. Как говорит Златоуст, здесь отец Данил цитирует 43-ю беседу, «Неудивительно, если змей, получая непрестанные удары, свирепствует и бросается на ударившего, а дьявол, присмыкаясь, свирепствует против всех злея, всякого змея и нападает, выставив жало, подобно скорпиону». То есть, когда он видит людей, которые противятся ему, несут весь Христову, он борется хуже, чем змея змеёю. Отец Данил также пишет, «Другими словами неудивительно, если сатана не борется с тем, кто ничего не делает». Кто ничего не делает, на него никто не нападает, все им довольны. «Такому человеку противиться нечего. Кто бездельничает, тому сопротивления никакого не будет. Сатана сопротивляется, когда у него вырывают из пасти грешников, которые Господь причащает и спасает. Естественно, сатана всеми силами пытается сдержать распространение Евангелия». Конец цитаты. И далее апостол Павел пишет, «Если же придёт к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я, посему никто не пренебрегает его, но проводите его с миром, чтобы он пришёл ко мне, ибо я жду его с братьями». Почему кто-то мог пренебрегать Тимофеем? Мы это видим в посланиях Павла к Тимофею. Он был очень молод. И даже Павел пишет, «Никто, да, не пренебрегает юностью Твоею». Павел упоминал, что послал или пошлёт к ним Тимофея как своего представителя. Об этом мы видим в книге «Деяния» 19.22. Апостол заботится, чтобы его молодой сотрудник был принят с должным уважением. Далее Павел рассуждает, «А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошёл к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придёт, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Вот в чём мы нуждаемся, когда мы совершаем апостолат. Бодрствовать, проявлять стойкость вере, исповедание догматов веры, мужество и твёрдость. По поводу Аполлоса экзегеты настаивают на том, что, по-видимому, коринфяне в своём письме просили, чтобы Аполлос возвратился к ним, несмотря на сложную обстановку в коринфской общине. Павел внял просьбы коринфян, но Аполлос не смог как-то сразу так откликнуться на их призыв. Далее Павел пишет, «Всё у вас добудет с любовью». Опять, видите, вот «любовь» на первом месте. «Всё у вас добудет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Те люди, которые посвящают себя на служение святым, это группа обеспечения. Если говорить современным языком, это те, которые обеспечивают транспорт, которые обеспечивают питание, обеспечивают проживание, то есть диканию. Это очень важные люди. Поэтому, сказав о любви, Павел пишет, «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». И далее. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Ну, как говорится, святое место пусто не бывает. «Ибо они, мой и ваш дух, успокоили. Почитайте таковых». То есть надо почитать тех христиан, которые поддерживают нас в тяжелые времена нашей жизни. Скорее всего, Стефан, Фортунат и Ахаик, они, вероятно, и доставили Павлу письмо от Каринской общины. Это было утешение. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Ну, я уже объяснял, что такое домашняя церковь. В древности у христиан вообще не было храмов, они собирались по домам. «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Что значит святым целованием? Это обычное приветствие ранней церкви. Такая практика, она не была чужда и иудаизму, и римской культуре. А слово «святое» указывает, какое значение это приветствие приобретало среди святых, отражая как бы особенное отношение нового родства братьев и сестер во Христе. Уже не плотское родство, а духовное. Вот мы, может быть, пренебрегали приветствием лапзанием святых и, может быть, как наказание вот запреты в период пандемии. Далее Павел пишет, «Мое Павлова приветствие собственноручно». И его приветствие ниже. Вот оно. Это 23 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Это его традиционное приветствие. А здесь он пишет, сначала прочитаем 21 и 22. «Мое Павлова приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». И профессор Десницкий объясняет «анафема» означает «отлучение от церковного общения». А маранафа – транслитерация арамейского выражения, скорее всего, богослужебного, литургического. «Наш Господь идет» или «Приди, наш Господь». Судя по всему, это высказывание было очень важно для грекоязычных христиан, поскольку они не стали переводить его и оставили в том виде, в каком оно есть. И последние слова этого послания, этой главы, то, что мы уже прочитали. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Это собственное приветствие апостола Павла. Такими словами он собственноручно их записывал. Это значит, что значительная часть послания писалась под диктовку, а вот самые последние вот эти приветственные слова рукою Павла. «Я благодарю всех вас, братья и сестры, отцы, за молитвенную поддержку при осуществлении цикла бесед на первое послание Коринфянам. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы начнем изучать второе послание Коринфянам». Также я напоминаю, что у нас должен продолжиться цикл бесед на книгу Илва. Мы совершенно не оставили эту книгу. Божьей помощью к ней вернемся. Это книга нашего времени. Это книга страданий, это книга боли. И сейчас многие христиане переживают боль и в России, и на Украине, и в Донбассе, да и во всем мире, на Ближнем Востоке. Христиане страдают, им отрезают головы. И преследование за веру – это реальность наших дней. Будем молиться о том, чтобы служение слова сохранялось на портале «Экзогет». И поверьте мне, все, что мы делаем со своей стороны, все, что мы можем делать, мы делаем для блага всех христиан по возможности. И когда вы доносите до нас свою скорбь, свою беду, мы без замедления информируем священно-началие и непосредственно ипархиальное руководство нашей Церкви. Берегите себя, друзья. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok